Вечер пятницы и мы снова с вами. В нашей студии сегодня гость, директор Центра имени Академика Елизарова, доктор медицинских наук Александр Губин. Здравствуйте, Александр Вадимович. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, зрители. У нас сегодня очень много тем для обсуждения, и я знаю, что вы написали книгу недавно. Кто будет читателями этой книги? Ну, книгу я писал целый год, хотя она очень маленькая, но иногда сделать что-то маленькое, компактное, но доступное сложнее, чем сделать большое, но плохо понятное. И вот целый год я потихонечку-потихонечку пытался ее сделать, и книга рассчитана на то, чтобы люди, прочитав ее примерно минут за 40-45, смогли понять все, чем занимался Елизаров, почему он известен на весь мир, почему он работал и был успешен именно в Кургане. Вот этому книга посвящена. Кто будет читателем? Это специальная медицинская литература или это все-таки более общие темы? Ну, вот вся сложность для меня была как раз в том, что это не специальная литература, это литература, которая доступна любому человеку. Мы тестировали эту книжку от 12 лет и до глубокой старости на вот таких вот людях, которые читали и говорили, да, это понятно. И тогда я продолжал делать дальше. Год ушел на то, чтобы написать книгу, а сейчас где мы можем ее найти? В библиотеках, может быть, или в продаже? Ну, конкретно сегодня она уже в Кургане. Мы точно раздадим по всем школам абсолютно. Она будет в любой библиотеке в Курганской школе, потому что мое мнение и мнение коллектива, кто помогал мне делать эту работу, что эта книга должна быть доступна для всех. Поэтому она будет в библиотеках точно, она будет во всех школах точно. Наверное, какое-то количество мы в виде подарков раздадим многим людям, которые помогают в центре Лизарова, которые с нами работают. И 100% она будет в интернет-сетях. Сейчас она уже будет в Литрессе, уже, наверное, сейчас есть в данный момент в процессе оформления. То есть можно будет бесплатно ее посчитать в Литрессе, она не продается, она изначально задумана как бесплатное издание, в том числе интернет-издание. Автор В, а название? Философия Лизарова. Философия Лизарова, потому что мы считаем, мы уже многие годы работаем над этим, что Лизаров не просто создал свой аппарат, не просто создал свой метод, он создал философию. И мы должны исследовать, мы должны в нее вкладываться. И воспринимать наследие Лизарова нужно не просто как аппарат, не просто как метод, не просто как технологию, а как философию. Буквально на днях состоится присвоение нашему отремонтированному центральному стадиону имени знаменитого российского спортсмена Валерия Брумеля. Среди спортсменов, среди курганцев есть разные версии по этому поводу. И, может быть, даже спорят насчет имени, которое будет присвоено стадиону. Но я думаю, что у вас есть своя точка зрения, так как Брумель был пациентом центра Элизарова. Что вы думаете по этому поводу? Ну, во-первых, я понимаю, что такие споры должны быть. И это вообще хорошее явление, когда люди могут спорить. Тем более, сегодня есть и такой источник, как интернет, на страницах которого можно устраивать споры. Я готов, в общем-то, в этих спорах участвовать в дальнейшем, если не доказывать свою точку зрения. Валерий Николаевич Брумель на самом деле называл курган своей второй родиной. А Элизарова папой, вторым папой, даже так. То есть это очень серьезная история. И история, после которой, по сути, центр Элизарова стал действительно известен на всю Россию. И смог начать очень удачный быстрый старт, как проект. Который действительно потом вышел и на зарубежье. Но все началось ведь с Брумеля. С его удачного лечения у Элизарова. Если бы этой бифуркации, этой встречи двух людей не произошло, то мы не знаем, был бы вообще Элизаров известен вместе с своим центром, как в Кургане, так и во всем мире. Могло быть по-разному. Могли быть, конкуренты были сильны. Это было очень серьезное имя, Валерий Николаевич Брумель. Шестикратный чемпион мира, лучший спортсмен планеты, человек, который был абсолютной звездой. Всем известная фамилия. То есть здесь не просто федеральное имя, известное на всю Россию и на весь Советский Союз. Это мировое имя. И оно настолько близко связано с Курганом, со славой центра Элизарова, со славой Кургана. Курган знают благодаря центру Элизарова во всем мире. Брумеля знают как известного спортсмена во всем мире. Очень часто говорят и сетуют, что у нас в Кургане нет своего медицинского вуза, кафедры, факультета как минимум. Но у вас ведь есть аспирантура на базе центра Элизарова. Расскажите, сколько человек там учится, есть ли интерес к ней? У нас по постдипломному обучению помимо аспирантуры есть ординатура. Потому что основной поток, конечно, людей идет в ординатуру, которая потом уходит в практическое здравоохранение. В этом году совершенно уникальная ситуация. У нас огромный конкурс. Мы не смогли удовлетворить все заявки по ординатуре. То есть у нас получилось 3-4 человека на место. Причем заявки в основном и нагородних людей со всей России сейчас к нам едут. И в прошлый год уже, и позапрошлый год уже проблем с заполнением мест в ординатуру не было. И в основном это действительно и нагородние. Курганцы тоже есть, но, в общем-то, нет, может быть, и потребности колоссальной какой-то в большом количестве мест для курганцев. Потому что сейчас по травматологии и ортопедии нет и потребности в кургане в специалистах новых. Этого нет. То есть заполнены? Да, они заполнены, да. То есть все те места, которые работают, заявок нигде, открытых вакансий нет. Поэтому их достаточно. Но, тем не менее, вот люди активно приезжают. Нам пришлось запросить у Минздрава дополнительные места в ординатуру. Понятно, что бюджетных мест они не дали, но позволили нам расширить небюджетные места. Сколько вообще у нас аспирантов? Ну, у нас порядка 40 аспирантов и ординаторов в Центре Лизарова. Суммарно. За все годы, если брать. Потому что ординаторы учатся 2 года, а аспиранты учатся 3 года. Что касается, в принципе, подходов к образованию и необходимости в своем ВУЗе, мое мнение не поменялось с момента приезда сюда в Курган. Я знаю, что это много раз вопрос, который здесь поднимали, что нам стоит открыть здесь факультет или ВУЗ медицинский. Я думаю, что это не просто сложно, это невозможно. По одной простой причине, чтобы сделать хорошо, для этого нет ресурса даже минимального. Во-вторых, первые результаты, если это сделать очень хорошо, что я сомневаюсь, можно сделать, потому что страдает образование не только в Кургане. Вообще, высшее образование, достаточно сложный процесс, и даже в таких городах, как Тюмень, Челябинск, Екатеринбург, да и Москва, и Питер, я сам из ВУЗа приехал сюда, очень много проблем с качеством преподавания. А если мы хотим сделать с нуля, у нас нет войны, нет эмиграции, нет миграции, нет эвакуации, нет ссылок найти людей. Слава Богу, что это было. Слава Богу, да. Но, тем не менее, это был колоссальным процессом, который позволил наполнить ВУЗы Сибири преподавателями. Сейчас говорить о том, что мы сможем обеспечить все-все уровни образования высшего, начиная от базового, фундаментального, заканчивая специализированным, это утопия абсолютная. Но если бы даже произошло что-то экстраординарное, Москва и Петербург были стерты с лица земли, а все люди перемещены сюда, то надо понимать, что при таком даже варианте много преподавателей, все приехали, все хотят работать в Кургане, есть деньги, есть корпуса, оборудование, анатомичка, физиология, лабораторные стенды, все есть вообще. Мы получили бы первых выпускников через 6 лет. При этом это были бы выпускники, которым надо было бы проходить ординатуру, как они проходят у нас, а потом аспирантуру. И они, соответственно, люди пытаются поехать все равно в какие-то ведущие клиники, чтобы пройти узкую специализацию, они бы все равно поехали куда-то в ординатуру. И осели бы там. И вот именно на этом этапе все опытные преподаватели, врачи, и отбирают себе будущих хороших кандидатов во врачи. Не на этапе студенческих лет, это очень сложно. А вот в ординатуре и происходит основной капкан, когда вы отбираете лучших. Поэтому если говорить о том, чтобы мы действительно улучшили качество медицинской помощи и увеличили количество врачей, и мы хотим как-то образование в этом отношении использовать, нам надо максимально размещать здесь постдипломные кафедры. Сюда будут приезжать ребята в ординатуру, дай бог в аспирантуру. Мы будем видеть, кто из них действительно толковый, кто мотивирован на работу врачом, и мотивировать их оставаться здесь. Лучшие стартапы научены именно вашего центра Елизарова, которые начались в этом году и в конце прошлого года? У нас, во-первых, большинство проектов, они на самом деле не на один год, и они продолжаются. Они просто выходят на новые, новые, новые уровни развития. Если брать наш такой вот очень хорошо раскрученный, разлокомированный проект, связанный с применением аддитивных технологий, то есть спекание титана, 3D-технологии, вот этот момент, он у нас выходит все больше и больше на новые рамки. Мы провели большую серию экспериментальных исследований на животных. И у нас получены и патенты, и напечатаны достаточно серьезные публикации в зарубежных СМИ, и в российских СМИ по этой теме. И, по сути, на сегодняшний день основная проблема остается только в одном. Нам необходимы постоянные поставки этих имплантов, и здесь есть проблемы с законодательством. Сложность игр по 44-му закону по индивидуальным имплантам. Я думаю, что мы к концу года этот вопрос преодолеем, и у нас уже, по сути, для практической работы, ну, не то что все готово, пациенты потихоньку идут, мы не можем перейти в масштабное применение из-за сложности закупа. Если мы эти вопросы преодолеем, то я думаю, что пойдет новый поток пациентов уже на новые технологии. Можно быть чуть-чуть подробнее для тех, кто, может быть, еще не в курсе, что именно за технология, которая была разработана вами совместно с инженерами? Ну, мы начали с пальцев, потому что более, менее рискованная палец, да, менее рискованная локализация, меньше по размеру. И на пальцах, по сути, вкручивается штифт, как зубные протезы. Идея такая же. Вкручивается штифт в остаток костной ткани, который остался. Дальше кусок штифта, часть, выходит наружу из кожных покровов. На вот этот штифт надевается уже протез. И практически получается протез с продолжением кости. Что, конечно, совершенно по-другому передает нагрузку. Человек может чувствовать тактильно ощущение настоящее от прикосновения к предметам. Некоторые пациенты даже некоторое время начинают чувствовать вибрационную передачу. И даже говорят, что чувствуют температуру. Ну, очевидно, это как бы не истинная передача, но, тем не менее, ощущения совсем другие. Потому что есть передача неорганическая на органическую ткань механическим прямым образом. Это очень известная тема сейчас за рубежом. Большое количество клиник, в основном военных, этим занимаются. Потому что большое количество ампутантов – это минозрывная травма. Поэтому военные активно в этой области работают. Пытаются делать такие новые протезы нового поколения. Проблема возникающая – это, первое, не приживление этого импланта. То есть он расшатывается внутри костной ткани, вываливается. Не вырастает в нее. Это называется остроинтеграция. Это очень серьезная тема, над которой мы работаем, и которая на самом деле важна не только в протезах, в внешних протезах, но и важна, например, в эндопротезировании. Там та же самая проблема. Нужно поставить протез, который вырастет очень надежно. И вторая проблема – это как защитить от инфекции, проникновение инфекции снаружи, вот в эту оставшуюся часть костной ткани через имплант. И чтобы не возникло стомилит. То есть две вот этих основных проблемы, которые называются остроинтеграцией – барьера. Проблема-барьера, над которой мы и работаем, и в эксперименте, и, по сути, мы уже видим определенные результаты на людях, и понимаем, как это делать. У нас есть хороший результат, у нас есть пациент, который уже более двух лет пользуется таким пальцем, и, в общем-то, чувствует себя прекрасно. Ну, это, в общем-то, уже на слуху, и многие с ней об этом пишут. А вот еще какие крупные открытия были сделаны в последнее время? Следующий очень важный момент связан с реабилитацией. Вот реабилитация – такая больная тема, любят ее очень все обсуждать. В центре Лизарова проходило много по этому поводу разных перипетий было. И, на самом деле, основная эта идея была в том, чтобы реабилитация соответствовала хирургическому уровню. И чтобы она была продолжением хирургического лечения. В общем, над этим всем мы и работали. Я скажу, что, наверное, 17-й год был абсолютно переломным. Мы перешли на совершенно другой уровень научный и клинический по применению реабилитации. Она у нас теперь идет по строгим научным протоколам. Она основана на доказательствах. И она идет с применением совершенно других подходов. Это, прежде всего, подходы к механотерапии, основанные на очень высокой квалификации наших сотрудников. У нас сейчас методисты ЛФК, но я считаю, они просто эксперты, если не мирового, так точно всероссийского уровня. Я знаю, что по вашей инициативе или при вашем содействии было создано отделение реабилитации послевоенной травмы. У нас есть лаборатория по политравме, которая объединяет больницу МВД, вторую больницу центра политравмы и наше отделение, то есть центр Резарова. То есть мы поддерживаем отделение больницы МВД, которая занимается реабилитацией ортопедии с точки зрения лечения и реабилитации пациентов. Вот чем занимается? Этот проект на самом деле не новый. Этот проект идет, если не ошибаюсь, 15-16 года. И больница МВД давно мы и делали обходы, и вели эти переговоры. Он заключается в том, что прежде всего мы приходим к единой концепции ведения пациентов. Каждую пятницу в 2 часа у нас проходит хирургический совет, на котором мы видим, чем занимаются наши клинические базы, и мы обсуждаем наши случаи, наши кейсы, и обсуждаем их кейсы. Они показывают, что происходило за неделю. Если есть необходимость, мы выезжаем туда, если есть необходимость, они переводят больных к нам. То есть это единый подход к применению медицинских решений, к принятию медицинских решений. Проект «Доступная среда» как нельзя более актуален именно для вашей клиники? Как он развивается у вас? Как действует? Здесь есть два понятия. Есть понятие «доступной среды», есть понятие «дружной среды». То есть понятие «доступной среды» – это широко всем известное понятие, которое связано с тем, чтобы люди с ограниченными возможностями могли достигать такого же качества перемещения, качества жизни на каком-то объекте или на какой-то территории. В этом отношении есть совершенно четкие и закономерные вещи, которые от нас требует правительство, требует Министерство здравоохранения. То есть такие шаги, которые мы делаем, связанные с лифтами, связанные со ступеньками, со скатами. И здесь все завязано сугубо на деньги. Есть финансирование, есть действия по «доступной среде». Ну вот, например, последнее, что мы сделали, это поставили в центральном блоке везде автоматические раздвижные двери. Почему? Потому что пациенты, по моему мнению, точно совершенно, они должны свободно перемещаться по территории. Потому что они таким образом реабилитируются. Они должны двигаться. Они не могут сидеть у себя на кроватях, в палатах. Это ужасно. Они должны общаться, двигаться. И тогда им будет легче. Они будут общаться, они будут немножко развлекаться. Они должны выходить в наш парк прекрасный. Для этого должна быть действительно доступная среда, удобная для перемещения. Вот мы, например, как проверяли доступность? Брали пациента, выбирали, который соглашался это сделать, колясочника. И говорили, давайте мы с вами поездим по территории. Обычно уже с каким-то опытом пребывания в центре. И люди соглашались, и мы с ними ехали. У нас здесь комиссия по доступной среде и подручные, с которой мы проходим вместе с ними. Они говорят, вот здесь вот угол очень большой, мне не заехать. Здесь ступеньки неудобные, здесь поворот очень крутой. Давайте какие-то вещи можно сделать, какие-то вещи невозможно сходу сделать. Требуется финансирование, глобальные какие-то перестройки. Вот по раздвижным дверям, например, какая была жалоба? Пациентам не хватало сил открывать вот эти вот наши стандартные отечественные двери с доводчиками. Потому что руки у них заняты костылями. Потому что у них часто просто не хватает сил открыть эти двери. Они хотят действительно свободно перемещаться. Поэтому мы сейчас поставили по центральной зоне автоматические раздвижные двери. Они, в принципе, в течение дня открыты. Но в случае пожарной проблемы какой-то, какой-то проблемы, связанные с безопасностью, с задымлением, они могут автоматически сразу быть перекрыты. То же самое на отделение по одному блоку. Достаточно дорогое удовольствие. Мы смогли разместить тоже вот эти двери автоматом. Теперь больные подходят просто. Изнаружи это электронная карточка, которая пропускает больных внутрь. Изнутри они просто нажимают на кнопку, спокойно выходят наружу. Удобно, комфортно, безопасно. Никого не ударит дверью. Они прозрачны, все видно. Это доступная среда. Здесь все просто. Намного все сложнее с дружной средой. Я считаю, что доступная среда – это маленькие материальные компоненты дружной среды. А вот программа дружной среды, которой мы занимаемся много лет, это так, как с наименьшими моральными, психологическими и физическими проблемами пациенту пройти через лечение, иметь персоналу пройти через лечение пациента. Вот это вот, с этим все очень плохо и тяжело. Система сложна, законодательно. Огромное количество законов, приказов, огромное количество проверяющих организаций. Люди достаточно сложно воспринимают медицину. У нас большое количество различных мнений по этому поводу. Все мы разбираемся в здравоохранении, правильно, что как лечить. Сейчас время здорово поменялось. СМИ, интернет. Все понимаем эти вопросы. И как это так сделать, чтобы мы могли друг друга, в общем-то, понять, пациент и персонал. Уважать и работать вместе для одной цели – излечения пациента без страданий. Вот это вот называется дружная среда, которая имеет огромное количество компонентов, начиная просто от принятия этой проблемы. Этого принятия не до конца еще нет. И заканчивая вот такими материальными аспектами, как доступной средой, потому что действительно пациенту просто иногда некомфортно это сделать. Александр Вадимович, Вы в Кургане достаточно недавно живете. Но, тем не менее, успели снискать у курганцев глубокое уважение. А Курган смог снискать Ваше уважение? Спасибо, если это так. Живу я 8 лет в Кургане. Мне кажется, что 8 лет – достаточно большое время относительно. По крайней мере, курган для меня – это колоссальный новый опыт. Я действительно приехал из Петербурга. Это было ровно 8 лет назад, теперь уже. И Курган никогда не вызывал у меня какого-то отторжения. Как знаете, многие люди говорят, вот там периферия. Многие стремятся из периферии в Москву, в Петербург, в Екатеринбург, какие-то столичные города. У меня он никогда не вызывал отторжения, потому что я, конечно, ехал на центр Элизарова. То есть у меня была цель определенная, мне хотелось профессиональной реализации. А потом, понимаете, отношение к городу, ведь оно формируется вот здесь, в голове. И если ты не любишь то место, где ты живешь, то жизнь твоя становится, прежде всего, твоя жизнь становится горькой и печальной. Ты кому хуже-то делаешь? Окружающим, когда тебе, в общем-то, не нравится в этом месте, и ты постоянно об этом говоришь, как здесь все ужасно. Говоришь, что ты хочешь отсюда уехать, и здесь жить невозможно. Ты же это делаешь для себя. Друзья, как ты создашь, какую атмосферу, какое восприятие окружающей среды, такое оно у тебя и будет, и у твоих детей, и так, в общем-то, жизнь дальше пойдет. Я почти каждый день гуляю по городу вечером, там увидишь хорошее место, здесь увидишь, что люди подремонтировали, сделали, что-то открыли, что-то придумали. Это замечательно. И даже в больших городах люди на самом деле живут по очень короткому однообразному маршруту и в очень короткой маленькой зоне. Я вас уверяю, она не всегда лучше, чем в Кургане. Спасибо большое за интервью. Я напоминаю, что у нас был директор Центра имени Академика Елизарова, доктор медицинских наук Александр Губин. Я прощаюсь с вами. Хороших вам выходных и до встречи в следующую пятницу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова